Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Ванда все же была единственным источником проблем, а Агата просто подстроилась под ситуацию, желая забрать ее силы. Но была переиграна, как дешевка, своим же трюком с рунами. Параллельно Вижен восстановил память белому Вижену и тот улетел. И что андроид, что детки исчезли, будучи частью души Ванды, которая сняла барьер с города и как Танос улетела на ферму изучать книгу Даркхолд. Ртуть оказался обычным Ральфом Боунером, в доме которого жила Агата. Моника Рамбо показала суперсилы и улетит в космос к Нику Фьюри или Капитану Марвел. Ну а на Дарсе и прочих ребят второго плана просто забили, дав им крошечные роли. Не зря Шоураннер говорил, что многие могут остаться недовольными финалом. Но стоит признать, что в целом-то он неплох. Белый Вижен стал украшением сериала и в очередной раз напомнил, что идеи из легендарных комиксов актуальны и по сей день. Причем в Ванда Вижене Марвел показала лишь часть безумия и вакханалии. В комиксах, на которых основан сериал все еще круче. И мы спешим напомнить, что все добро доступно на русском языке. Первый источник вдохновения Ванда Вижен – сборник «Вижен. Полное издание», где разворачивается настоящий психологический триллер. По сюжету Вижен создает себе жену и детей, начиная жизнь в маленьком городке, которая, само собой, не пойдет по плану. Второй источник, сконцентрированный на отношениях Ванды и Андроида – сборник «Вижен и Алая ведьма», добротный боевик из 80-х. И именно здесь мы увидим, как Андроид делает предложение ведьме. В свете последних событий обязателен к ознакомлению и выпуск «Людей Икс» с 64-го года, где впервые представили Алую ведьму. Вижен появился в 1967-м в выпуске «Мстителей». Стоит ли упоминать, что оба героя были злодеями? Ну а главный комикс «Мстители» западного побережья «Поиски Вижена» только вышел из печати, и он полностью раскрывает историю белой версии Андроида. Правда, в комиксе все было круче, и в деле были замешаны Хэнк Пим и другие «Мстители». Этот выпуск может тизернуть, как будут развиваться события после сериала. Все добро вы можете заказать прямо сейчас по отличным ценам в магазине 28-й или интернет-магазине «Лабиринт». Ссылки в описании. Теперь пойдем по порядку. Большинство теорий оказались разбиты, и в реальности сериал закончился просто и шаблонно. Герои подрались со своими зеркальными версиями, и вроде бы мы получили хэппи-энд. А Алая ведьма – крутейший костюмчик и разблокированные способности. Агата не зря тысячу раз упоминала про то, что Ванде не хватает теоретических знаний. Это очевидный намек на Доктора Стрэнджа 2 и следующего учителя Алой ведьмы. Как и вторая сцена после титров, которую снял сам Сэм Рэйми. В ней волшебница слышит плач детей, которые просят о помощи. И эта сцена – единственный намек на демонов в сериале. Ведь за неимением альтернатив Алая ведьма начала изучать единственную, доступную ей магическую книгу – Darkhold. А так как книжка, как мы рассказывали в прошлом видео, это сборник всех злых заклинаний, нетрудно догадаться, что ничего хорошего из затеи не выйдет. Сомнительно, чтобы Ванду звали ее настоящие дети. Они растворились, будучи как и Вижен проекцией Ванды. В финале мы видели, что с разрушением барьера они, как и андроид, начали исчезать. Но тем не менее, звали Алую ведьму через книгу. Скорее всего, с волшебницей начал игру кто-то из демонов. И продолжение мы увидим в сиквеле Доктора Стрэнджа. В комиксах Билли и Томми в итоге стали реальны, о чем мы не раз говорили в разборах. Звали ли они Алую ведьму из параллельного измерения, куда попадают все искусственно созданные души? Подделали ли Мефисто или Кошмар их голоса, чтобы заманить к себе Ванду? Гадать бессмысленно. Ведь Марвел все равно найдет свой путь. А недовольным зрителям заявят, что они сами виноваты в том, что их ожидания не оправдались. На этом моменте мы бы хотели заострить внимание и подробно объяснить, почему это не так. Не фанаты, а сама Марвел виновата в завышении ожиданий. Зачем было брать Эвана Питерса и на каждом шагу сыпать пасхалками, которые в итоге ни к чему не привели? Про какое камео уровня Люка Скайуокера говорила Элизабет Олсен в интервью? С Полом Беттани все хотя бы ясно, он просто пошутил и имел в виду самого себя. Но все, что делали официальные лица, да и сам сериал, это нагнетание обстановки, которое в итоге закончилось пшиком. И не совсем справедливо обвинять внимательных зрителей в том, что они не просто поглощали серию за серией, а действительно погружались в сериал. Это не значит, что нам не понравилась концовка, она очень даже ничего. Но закрывать глаза на вопросы тоже глупо. Возьмем, к примеру, Белого Вижена. Его история интересна и действительно передана здорово. Особенно диалог про корабль между двумя версиями. По итогу настоящий Вижен разблокировал воспоминания Белого. И тот исполнил самый топорный из возможных сюжетных ходов. Он просто улетел. То есть, узнав всю свою историю, отношения с Аллой Ведьмой и героическую гибель, зная, что Ванда на волоске от смерти и сражается с волшебницей, андроид просто взлетел и пропал. Да, у него нет эмоций и личности, аналогичной Вижену. Но он же чертов суперкомпьютер, который должен все проанализировать, увидеть, чем занимался раньше и продолжить дело. А не просто улететь куда попало, чтобы освоить хронометраж, с которым Марвел также всех обманула, сливая данные о каком-то полнометражном фильме в последних сериях. По итогу сюжет Белого Вижена вместо ответов забросил удочку на будущее и свалил. Как и сюжет Ртути, Марвел взяла Эвана Питерса, понимая, что его будут ждать фанаты, и закончила дело шуткой про Боннера исключительно для англоязычной аудитории. Оказалось, что зовут парня Ральф, и он был тем самым мужем, которого Агата не раз упоминала в сериале. А на деле являлся ее куклой, исполняя все прихоти. Здесь ответ есть, но вопросов он не снимает. Откуда у Ральфа суперскорость? Агата, конечно, сильна, но в раздаче способностей замечено не было. Почему в момент появления Ртути выла сирена о пробитии барьера? Зачем Агата ныла, что держать под контролем людей тяжело, и персонально руководил Ртутью, а потом оказалось, что дело было в ожерелье? 30 секунд экранного времени Питерса в девятой серии не ответили ни на что. И варианта 2. Либо Марвел сознательно обманула фанатов, взяв именитого актера и слив персонажа, либо Ральф, как и Белый Вижен, это очередная удочка на будущее. Ведь дело не только во внешнем виде. Персонаж Питерса вел себя как Ртуть из Людей Икс, его квартира похожа на Ртуть из Людей Икс, и его шутки похожи на Ртуть из... правильно, Людей Икс. Или мы стали свидетелями самой топорной и бездумной ловушки. Или Марвел все же планирует поиграть с Питерсом еще разок. Очень надеемся на второй вариант, ведь чисто технически он все еще может быть Питером из другой вселенной. Ведь услышав свою фамилию от Моники, парень посмеялся, будто бы она не его. Но опять же, узнаем ли мы правду огромный вопрос. Как и вопрос Агаты, который в финал тоже подвесил воздух. Таинственная волшебница оказалась обычным зеркалом, призванным отгрести от Ванды в финале и исчезнуть. Ни кролик, ни туманные намеки на связь с демонами ни во что не вылились. По итогу от Агаты остались две удочки. Первая в том, что волшебница предлагала Ванде помощь в обучении. Это стыкуется с комиксами, где Агата была доброй. Да и с киновселенной, которая любит превращать злодеев в добряков. Возможно, так и произойдет в будущем. Ну а вторая удочка – будущее злодейки. Алая ведьма наложила на нее чары вечной соседки. Но черт подери, сняла барьер через пять минут после этого. Дети, Вижен и все люди Вествью – живая демонстрация, что чары держались только из-за барьера. Значит ли это, что и с Агаты должна спасть магия Ванды? Быть может, алая ведьма скастовала на нее отдельное заклинание. Но и в этом случае мы упираемся в несуразицу. Где вообще жить Агате? Она жила у Ральфа, с которого спали чары и который станет нормальным человеком. Как и все жители Вествью, которые тут же заметят, что с бедной Агатой что-то не так. Более того, вернув память, они должны вспомнить, что никакой Агаты в их городе не было и поднять тревогу. Марвел попыталась закончить сериал красиво, но задумываясь о таких микромоментах, становится не очень комфортно. Взять, к примеру, сцену, где алая ведьма проходит между жителями города. Ванда Вижен пытается сделать Ванду героиней момента, но ведь таковой она и близко не является. Алая ведьма даже не извинилась за пытки, в которых держала целый город. А сына с Моникой вообще пытается сделать ее спасителем, ибо Ванде якобы пришлось пожертвовать детьми и Виженом, чтобы снять гипноз с горожан. Поверить в это тяжеловато. Представьте, что у вас кто-то умер, и вы под дулами пистолетов заставляли весь город делать, что вы захотите, а потом, сжалившись, отпустили всех. Являетесь ли вы хорошим человеком? Конечно же нет. Вы мудак, который даже не извинился за свой поступок. Также Марвел и обошлась с Алой Ведьмой, сотворившей зло ничуть не меньшее, чем убийство людей, которое начало гражданскую войну. А что самое смешное, никто волшебницы за это ничего не предъявил, хотя не исключаем, что еще предъявят в будущем. Опять же, не задумываясь о таких микромоментах, финал все же неплох. Он закинул кучу удочек на будущее, начал сюжетную линию настоящей Алой Ведьмы с костюмом и крайм тизернул мультивселенную. Если взглянуть на все серии вместе, Ванда Вижен вообще можно назвать одним из лучших супергеройских сериалов наравне с Орвиголовой. И в отличие от последнего, с явным обозримым будущим. Половина из персонажей проекта уже гарантированно вернется в будущих фильмах. А вторая половина вроде Эвана Питерса и Агаты тоже может показать себя, ибо все истории закончились многоточием. Да и третьей смерти Вижена по большей части не состоялось. Ведь девятый эпизод сто раз намекнул, что он вернется. И даже отпустил белую бездушную версию на волю. Как тут не вспомнить, что где-то у Шури лежит копия андроида, и вполне возможно белая версия еще станет настоящей. Правда, сомнительно, что Марвел вернется к этому в ближайшее время. После Доктора Стрэнджа второй главной удочкой сериала является Капитан Марвел 2. Сложно сказать, о ком говорила девушка Скрулл в театре. С равной вероятностью речь может идти, что о Кэрол Денверс, что о Нике Фьюри, что о Талосе. Но так или иначе, Моника Ромбо вместе со своими силами совсем скоро вернется. И почти наверняка покажется, что в Капитане Марвел 2, что в сериале о секретном вторжении. Персонаж у Фагги получился неплохой, и не стоит забывать, что по-прежнему намекающий на Людей Икс. Ведь способности Моники активировались барьером Алой Ведьмы, и эту историю Ванда Вижн также не раскрыл до конца. Остается надеяться, что у Доктора Стрэнджа 2 это получится лучшее. Его появление в сериале так и не состоялось. Но впереди нас ждет очень интересная история о том, как волшебник будет пытаться обучить Алую Ведьму, и вместе с ней исследует мультивселенную. Ванда Вижн стал кривовато законченным, но все же неплохим приквелом к его фильму. И будем надеяться, что когда-нибудь мы получим ответы на все вопросы. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова